Примерно год назад я сделал ролик про одно свое очень странное увлечение. Назывался он ебаназия для Сейна. Собственно, так же назывался тег в инстаграме. И суть и моего увлечения, и тега была в том, чтобы делать очень странные психоколажи и выкладывать это в инстаграм. Такая типа контркультура, когда все выкладывают там вот свои такие вот лица одинаковые каждый день. Я, а теперь и мы выкладываем всякую психонавтику, и при этом и сами удовольствие получаем, и при этом из общей массы выделяемся. Но когда я снимал этот ролик, я даже не мог подумать, что вот такая странная хрень может вообще кого-то заинтересовать. Думал, люди немножко в это поиграются, а дальше всем надоест. Но вот уже больше года тема живет, и я однозначно однажды расскажу про нее в отдельном ролике. Сделаем что-нибудь крутое, но раз уж одно мое увлечение так зашло, то может зайдет и другое. Вы наверняка обращали внимание вот на все вот эти вот штуки, которые у меня висят на фоне в роликах. Большую часть из них сделал я сам вот этими, собственно, ручками. При том, что никаким художественным талантом я особенно не обладаю, в художки никогда не ходил. И если вы знаете, всегда есть касты людей, которые умеют рисовать и не умеют, я всегда скорее не умел. Но, тем не менее, я делаю вот такие работы. О том, что это, зачем и как делать то же самое, сегодня в ролике. Здрасте, вы на канале Сейна. В этом ролике я буду очень много говорить про то, как сделать арт-объекты из подручных средств. Из того, что вы нашли там у бабушки на чердаке, на своей городской барахолке, да хоть на помойке покопались или на улице нашли какую-нибудь интересную бумажку, газету, кусок картона с необычным орнаментом и так далее. Но есть и гораздо более простые способы достать основу для своих арт-объектов. Если вам вот не хочется никуда переться, искать или вы живете где-нибудь далеко, то Алиэкспресс. Вот смотрите, я буквально проведя на нем 15 минут, нашел вот на сумму чуть больше 300 рублей вот такие интересные хреновины. Представьте, какие клевые вещи можно из них намутить. Если повырезать, поподклеивать, что-то вперед, что-то назад, на что-то наложить какую-нибудь рожу, что-то заполнить орнаментом. Представьте, как это было бы круто. А если вы новый пользователь на Алиэкспресс или у вас вот новый аккаунт, вы там покупок никогда не совершали, в описании есть купон, который вам от 300 рублей сделает скидку в 250. То есть вы вот это вот чудо для арт-объектов, универсальный кит для создания искусства можете приобрести ну реально за полтос. Это вот реально без ценок буквально. Ну и помимо вот таких вот сумасшедших айтемов для создания арт-объектов, можно купить и самые базовые, как кисточки, маркеры, краски, палитры и все остальное. Притом, помимо тех, что мы знаем, там еще 3 миллиарда тех, что мы не знаем. Всякие там супер-сушилки для кисточек и куча всего прочего интересного. Загляните на Алик и купон в описании, напоминаю. Начнем с того, что чтобы делать такие или похожие штуки, не нужно уметь рисовать. Если вы вот посмотрели начало этого ролика и думаете, о, сейчас тут будет все для художников, которые в эти свои художественные школы ходили, у них там руки не то, что из плеч растут, а руки из рук растут, и из-за этого у них такие охуенные художественные скиллы, а я никогда так не нарисую. Так вот, у меня тоже руки из задницы. Для того, чтобы делать похожие работы, вам достаточно уметь две вещи. Проводить прямую линию и проводить чуть-чуть округлую линию. То есть просто не то, что ровный круг, вот такой геометрический, а просто закономерный. То есть именно красивый изгиб. Вы, возможно, над таким не задумывались, но вот скилл действительно рисования, это именно повторение того, что есть в жизни. То есть соблюдение пропорций, светотений и прочих очень сложных штук. Вот то, что делаю я, это скорее фан. И как раз таки, когда вы научитесь проводить линии гармонично, что не очень сложно, не обязательно, опять же, ровно, достаточно просто гармонично, то для вас откроется, что огромное количество дизайнов, татуировок, оформлений всяких и кучи еще всего сделано ровно так же, как бы намеренно косо. Такой упрощенный стилек. И мне он лично очень нравится, ну и у меня, кстати, татуировки, они, здесь не видно ни хера моих татуировок, но они в основном вот такие, я вообще такой стилек люблю. Для наглядности я нарисовал простую штуку у себя в скетчбуке. Если вам кажется это сложным, то вы, скорее всего, просто сами никогда не пытались сделать что-то подобное. В действительности и этот персонаж, и буквы, это, по сути, набор просто проведенных линий. И, ну да, блять, любой рисунок, это набор проведенных линий, но это простейшие формы. Чтобы сделать подобное, достаточно просто понять, как проводить линии и дальше дрочиться, и у вас сформируется собственный стиль. В этом удивительная вообще штука художества, ну с музыкой то же самое, но я ничего с музыкой внятного не сделал, поэтому могу говорить только про это. Что, когда вы делаете даже такие простые вещи, как вот рисование персонажей в стиле палка-палка огуречек достаточно долго, у вас в итоге начинает формироваться собственный стиль. И дальше, когда вы будете браться за что-то новое, у вас оно будет вписываться как бы в предыдущий концепт, хотя вы его так не задумывали. Это просто вот вы проявляете себя в рисунке, и это невозможно круто. Собственно и сам я пришел к этому, потому что мне нравилось рисовать всякую фигню. Во-первых, я очень давно увлекаюсь граффити, мне нравится весь этот стрит-стайл, буковки. Опять же, не сказать, чтобы они у меня хорошо получаются, как и персонажи, но я их очень много рисовал, и некоторые вещи прям отточились. Дело в том, что когда я в ВУЗе сидел на парах, особенно на первом ряду, очень неловко залипать в телефон. Это прям откровенно неуважение к педагогу, вот, и поэтому телефон я пытаюсь отложить куда-нибудь подальше, но когда ты слушаешь кого-то третий час, голова откровенно устает, и смотреть в одну точку, и все вот это вот выслушивать, а это ведь не ютуб, тут нельзя поставить х2, нет, он вот на своей вот этой вот скорости, он сам уже за третий час устал, и я тоже как студент подзаебался. И чтобы у меня легче это дело проходило, я занимал свое зрение и моторику тем, что зарисовывал всякие хуйни у себя в конспектах. Мои конспекты из-за этого выглядят довольно-таки психоделично, но зато таким образом я не теряю сосредоточения, потому что я слушаю и тем временем занимаю себя, и это позволяет мне не отвлекаться от того, что я слышу. Притом не суть важна, что именно вы рисуете. Мне в голову приходили какие-то хаотичные персонажи, какие-то непонятные названия, очень часто эти зарисовки, это была просто фамилия педагога, и я из них слепил вот такую огромную херовину, это я вот из своей тетрадки с конспектами за вроде один семестр или два, просто вырезал все свои вот эти вот рисунки, ну по крайней мере самые удачные из них. И как можете заметить, тут вот написано Жаринов, Панкеев и еще очень много вариаций этих фамилий, просто потому что я сидел и больше всего хотел именно слушать на их парах. Однако, когда мне хотелось сделать что-то серьезней, то рисовать просто в тетрадке как-то уже не хотелось. И здесь вступает самая, по-моему, интересная часть вообще всего метода, о котором я рассказываю. Это подручные материалы. Фишка в том, чтобы создавать искусство, ну, искусство, насколько оно может быть, да, вот нашими руками, из хер пойми чего. Вот, например, эта штука создана из пачек от никотиновых жвачек, а вот эта доска совсем подострепалась, и я понимал, что если я дальше продолжу на ней катать, скорее всего, я ее просто сломаю, а обидно было терять такую красивую рыбу, поэтому я расписал ее текстом песни All Out Life из последнего альбома Слепнота. А это я разобрал две свои старые мыльницы. Они у меня очень долго лежали, я их долго берег, ну потому что они такие очаровательные маленькие камеры, и вроде даже работали, но в какой-то момент я понял, что я уже даже никогда зарядки от них не найду, а снимать на них тем более не буду, и поэтому разобрал, и вот они увековечены в виде вот этой вот херовины на моей стене. Вот она висит. А вот этот диптих закон и порядок сделан на двух сторонах коробки из-под пиццы. Я просто лежал этой картонкой, я что-то подумал, ну люди же покупают картон в художественных магазинах, а у меня он вот бесплатный, и там к тому же коробка была белая, чисто, и я подумал, нет, ну все, это холст. Взял, расхерачил, собственно, вырезал, нарисовал и придумал эту штуку. Притом придумал я то, что это диптих, именно потому что там было две стороны. И в этом прелесть подхода, что вы находите какую-то штуку и ставите себе творческую задачу, исходя из нее. Именно это очень крутой творческий тренинг, потому что, если вы не работаете по каким-то творческим профессиям, и у вас не связано вот с этим ваше ремесло, тогда это просто крутейший фан, как хобби это супер увлекательно. А если вы наоборот работаете, то никогда ваша рабочая задача не даст вам столько творческой свободы и пространства для экспериментов, сколько коробка от пиццы или любая другая случайная херня, которая может вас вдохновить. Это, например, моему другу ставили стеклопакет, или какую-то другую строительную херню, у него остался кусок этого пенопласта, и я подумал, блин, красивая подложечка для рисунка, и вот сделал такую штуку. Однако, если вы не такой жук-помоечник, как я, и хотите работать с какими-то более интересными и менее грязными объектами, вот, например, это действительно инструкция по эксплуатации какого-то вроде бы советского автомобиля. Я в какой-то момент поехал поснимать и просто потусить на большую ярмарку, и там лежали книжки, и вот действительно из советского времени. Инструкции к автомобилям, какие-то схемы двигателей. Я в этом совершенно ничего не понимаю, но выглядели они красиво, и я за какие-то совершенно копейки, там что-то 30 или 50 рублей, купил вот эту вот книжечку, инструкцию, и сделал из нее вот такой вот арт-объект. По-моему, клево получилось. Единственное, тут написано «поворот», но ножку буквы «Р» я куда-то проебал. Я не знаю, как так получилось, но я ее так и не нашел, и поэтому работа как бы навечно не закончена. Но я могу сделать еще одну, мне просто лень. А вот если ты сейчас смотришь это и думаешь, «Блин, это, конечно, звучит прикольно, но рисование мне не особо интересно, мне больше там текстики нравятся, всякие интернетные штуки, мемчики и прочее, то, возможно, тебе стоит залететь в мой Телеграм-канал. Там собралась офигенная админская тусовка, которая пишет очень интересные материалы на самые различные культурные темы. Я иногда сам захожу и удивляюсь тому, что они находят, как они это оформляют, и вообще, насколько круто и автономно теперь живет мой Телеграм-канал. Поэтому ссылочка на него в описании, залетай туда, и ты, кстати, тоже можешь стать админом и писать туда текстики. И для создания этого ролика я также сделал отдельную работу, и на создание нее меня вдохновила трудовая книжка, которую я увидел в магазине. Я как-то никогда не думал, что они просто продаются, все другие-то документы их вроде как где-то получать надо, а здесь она просто в обычном хозмаге продавалась. Собственно, купил я ее и понеслось. Так вот, для создания подобной работы вам нужно найти какую-нибудь вот такую основу и зацепиться за нее, взяв при этом себе настрой один в один, как у Гай Сенсеи из Наруто. Для тех, кто не смотрел, это персонаж, который без объективных на то причин ставит перед собой очень трудные задачи, дает себе челленджи. То есть, допустим, если я не сделаю то-то-то, условно, там, не помою пол до шести вечера, то я сделаю 10 тысяч отжиманий. И от него никто не требует ставить эти челленджи, никто не следит за их выполнением, но он, тем не менее, каждый раз это выполняет, действительно, вот прям ставит перед собой безумную цель и доводит ее до конца, просто потому что таким образом он становится сильнее и вот своего внутреннего воина взращивает. Таким же макаром мы будем взращивать внутреннего художника. Лайк за аналогии с Наруто. Специально для этого ролика я от начала до конца записал процесс создания одной из работ. Она висит вот тут. Начинается все с задумки. Какое конкретно слово вы будете писать или какой конкретно образ персонажа будете рисовать, определяет только тематика. В моем случае это была трудовая книжка, а я, как известно, безработный блогер, и поэтому я писал слово тунеядец. Кстати, я всю жизнь думал тунеянец, хотя тунеядцеф. Короче, я тупой, но вы наверняка и так об этом знали. В общем, написал я это слово. Сначала обвел просто маркером, потом разукрасил, потом еще раз обвел маркером. Изначальная фишка рисунка была в том, чтобы оставить небольшое расстояние между буквами, и это создавало такой прикольный графический эффект, но это не очень получилось, поэтому я решил их вырезать. Ко всему прочему, я нарисовал вот эти розовые элементы орнамента, которые к моменту, как я их нарисовал, мне уже очень сильно разонравились. В общем, было решено вырезать все буквы. Вообще, хочу обратить внимание на то, что у вас сама работа, которую вы придумали, может несколько раз не получиться. И, опять же, половина этого метода состоит в том, чтобы в момент, когда ваша задумка не вышла, потому что вы, опять же, не профессиональный художник, выкрутиться из этой ситуации, как будто вы с самого начала так и планировали. Нет ничего страшного в том, чтобы что-то переделать, переосмыслить, перезакрасить, перевырезать, добавить фрагмент, потому что в итоговой работе это не будет заметно, и спустя условные пару месяцев вы не будете помнить, что там была какая-то другая задумка. А еще, можете здесь заметить, на некоторых кадрах видна моя авторская техника склеивания. Я кладу некоторую плоскую книжку, скетчбук или что-то такое на свою работу, а потом кладу блин от гантели. Это самое эффективное, что вообще можно положить на рисунок, чтобы он нормально склеился. После того, как я отрисовал часть с тунеядцем, наклеил ее на трудовую книжку, я понял, что сама по себе работа довольно маленькая и невзрачная получается, и я решил нарисовать ей фон. Так как мне все еще нужно было находиться в тематике, и я обожаю буквы, я написал «Работа Волк». И, собственно, персонаж таким образом появился сам собой. Это вот некий офисный волк, которого заколебала его тяжкая офисная действительность. В какой-то момент я допетрил, что рисовать на обычных листах бумаги маркером — это одно дело, но когда ты хочешь это потом раскрасить красками, то использовать самые обычные листы А4 — это чистый идиотизм. И я решил взять ватман. Кстати, да, оказалось, что если скрепить таким образом два листа А4, получится ровно ватман. С помощью своего светильника, которым я освещаю свою рожу на видосах, я перенес с листов А4 на ватман основной эскиз и снова прошелся по нему маркером. Хочу, кстати, заметить, что у меня не какие-то особенные маркеры и не какие-то особенные краски. Конкретно, когда я рисовал вот первую часть этого волка, у меня кончился мой старый маркер, я пошел в хозмаг и купил самый обычный толстый маркер, которым рисуют на сидюшниках. При том, есть как толстый, которым я рисую вот здесь, так и гораздо тоньше, которым можно рисовать всякие маленькие скетчи. Вот, так что всякие профессиональные инструменты вам также совершенно не необходимы. Можете обойтись всякой дешевой херней, а это к тому же и веселее. Красками я работаю довольно плохо, смешивать у меня их совсем не получается. И не знаю, насколько это заметно на итоговой работе, но мне очень не нравится, что красный здесь вот такого яркого оттенка, а вот этот вот пурпурный и фиолетовый, он наоборот очень сильно блеклый. И одной яркости примерно должны быть цвета на работе, но дальше я таким же образом наебусь с цветом волка и фона. По задумке они должны быть очень сильно отличимы друг от друга, но в итоге они буквально вот чуть-чуть тонально отличаются. И если бы я делал это снова, я бы попытался сделать волка гораздо более светлым. Но тут уже что получилось, то получилось. В этом плане берите пример и не осуждайте себя за то, что у вас что-то не вышло, потому что это опять же хобби, и в каждой следующей работе вы таких ошибок уже допускать не будете. Вот, а вам это не на курсач сдавать, а на стену вешать. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие. И после того, как я прошелся красками, я обвел все это маркером. Вообще, граффитисты сначала рисуют цветную часть, то есть вот этот вот толстый контур они делают в последнюю очередь. Но за счет того, что вы работаете на бумаге, и контур у вас черный, то есть вы можете закрасить им любой цвет, можете вот проворачивать такие же лайфхаки, как я. И в итоге я соединяю две части своих работ, немножко отрезать, немножко вклеить, и вот она готова. Вот примерно так оно и делается. Хочется еще добавить, что у меня постоянно фигурируют всякие буквы и около граффити стиль, потому что это лично мое увлечение. И наибольший кайф вы получите, если смешаете свой условный художественный скилл, вот эта вот самодеятельность с находками каких-то предметов, и свое вот увлечение, которое будет третьим. У меня это граффити, у кого-то это может быть рукоделие, вышивание крестиком, абсолютно все, что угодно, любой скилл, там, выжигание по дереву, его можно с этим совместить. В силу того, что я это делал только вот своими руками у себя дома, я не знаю, до каких масштабов это может вырасти. Ровно как я не знал, что огромное количество людей может понравиться ебаназия. Но теперь я запускаю новый тег «Ебанарт». Я на этот раз не буду устраивать конкурс, типа через месяц выложу лучших или типа того. Теперь я просто буду периодически выкладывать в исторки и ебаназию для Сейна, и ебанарт. Раньше это было пачками, теперь будет просто так, потому что работ неимоверное количество. Я за всю жизнь столько не разгребу, а создавать для этого какие-то там отдельные инстаграмы, паблики и прочее мне категорически не хочется. Если у вас есть какие-то идеи получше, как можно вот взять и в какое-то русло увести ебаназию для Сейна и ебанарт, при том, что это уже вот теги в инстаграме, то напишите их в комменты сюда. А если вы не хотите с этим заморачиваться, то, во-первых, я тоже. Во-вторых, используйте тег «Ебанарт», делайте вот такие работы. Очень жду ваших отзывов, насколько это повлияло на вашего внутреннего художника, как почувствовали вы какие-то новые художественные мышцы там вот у вас задвигались или нет. Собственно, выкладывайте это все в инстаграмы, и я не могу никакие критерии здесь указать, потому что это довольно-таки расплывчато, но лучше к своим работам добавляйте описание, потому что, мне кажется, вот в таких работах самое интересное, это как раз история создания и вообще, что это за херня вот такая. Так что вот такие дела, указывайте хэштег «Ебанарт», заходите в мой и без того шикарный инстаграм, ссылка на который в описании, такая же шикарная у меня группа ВК, мой патреон, через который я рекомендую там песни, музыку, киношки, книжки, все рекомендую в своем закрытом паблике ВК, вход в который через патреон есть еще открытый паблик ВК, но вы наверняка об этом знаете. А если вы новый подписчик, то послушайте то, что я сказал еще раз. А на этом все, спасибо, что посмотрел этот наш диктунку подписки. Субтитры сделал DimaTorzok